Добрый день! В эфире православный календарь, программа Якутской епархии. Сегодня мы расскажем. Социальная столовая при Казанском храме города Нерюнгри. Идем в храм. На вопросы телезрителей отвечает Ирия Виталий Беликов. Светитель Иннокентий Кульчицкий, первый епископ Иркутский. Прославленный во святых, дивный в чудесах, чтимы ближними и дальними. Чудотворец Иннокентий, первый епископ Иркутский. Родился в конце XVII века в Малороссии, Черниговской губернии. По преданию родился он в семье священника. Получив начальное образование дома, он продолжил обучение в Киевской духовной академии. По стрижениям монашества с именем Иннокентия принял в Киево-Печерской лавре в 1708 году. И рукоположен вееромонаха. 15 января 1727 года Святейший Синод определил ему быть епископом Иркутским и Нерчевским. Дата считается днем основания самостоятельной Иркутской епархии. В трапезной храмах Казанской иконы Божией Матери города Нерюнгри работа кипит. Надо приготовить еду, накормить работников храма и нуждающихся. Меню сегодня суп гороховый, каша пшеничная, рыбная котлета и салат со святой. Трудная работа? Да нет, легко. С служой помощью, слава Богу, все хорошо. При храме работает и социальная столовая. Находится она на территории храма в оборудованном вагончике. Из трапезной еду несут сюда и кормят нуждающихся. Каждый день в 12 часов она открывается. Для нее сделан отдельный вход. Посетители столовой в основном бабжи. Люди стеснительные. Нина Бархатовна уже несколько лет работает здесь. Своих постояльцев знает всех. Вчера было 7, потом 9. По-разному ходят. Сейчас двое лежат в наркологии. Даже трое. Двое в запой ушли. А приходят. Пенсию получили они. Дня 2-3 нет их. Летом до 15, 18, до 20. Летом больше. Зимой они как-то вот не понимают почему. Но до Нового года их мало, а после Нового года их очень мало. У храма Казанской иконы Божьей Матери есть и договоренность с врачами. Они тоже сюда приходят и проводят обследование. Сами бомжи в больницу не идут. Настоятель храма и романах Аркадий Мамай. Храм Казанской иконы Божьей Матери, центральный храм Нерингринского благочения, освящен был в 1993 году епископом Германом и уже имеет более 20-летнюю историю. Наш храм имеет очень много прихожан, которые с любовью и вниманием относятся к храму. Также есть икона Казанской Божьей Матери, к которой очень много верующих людей подходит и просит помощи в разных своих житейских обстоятельствах. И тому свидетельство, что икона Божьей Матери помогает верующим людям, это большое количество драгоценностей, которые люди приносят, благодарность, чтобы они висели на иконе. Храм имеет большую территорию, на которой находятся еще две часовни, детская площадка и в скором времени появится спортивная. Работает и церковная лавка. Валентина Солодовникова – одна из церковниц, которая постоянно находится и трудится при храме. На данный момент я помогаю в лавке. Я встречаю людей, что-то там предлагаю, где-то кому-то какие-то требования. Когда-то кого-то нужно успокоить, потому что люди приходят с разными проблемами. Очень жалко людей, у которых случаются какие-то горе. У нас в храме это часто бывает, да, последние. Потом очень радуюсь, когда приходят венчаться. Очень, вот сегодня я только рассказывала, говорю, я очень радуюсь всегда, когда приходят муж, жена и дети. Это просто вот вальзам на сердце, честное слово. Это вообще побольше бы семей таких, которые вот в доме чувствуются, что Господь присутствует. Скажи, где это бы, дай Бог, чтобы все. У нас приход очень дружный. Каждый старается как-то друг другу помогать. За мое время, сколько я здесь вот нахожусь, да, с большой любовью к нам относятся все батюшки. Просто это, ну, мы их всех любим, потому что с любой проблемой, с любым каким-то там горем, радостью, да, мы всегда бежим к батюшкам, и нам помощь, оказывается, всегда великая, ну, с Божьей милостью. История прихода берет свое начало еще в 80-х годах прошлого века. Одна из старожил, Лидия Ивановна, вспоминает, как оно было. Я прихожанка этого храма с 1986 года. Вернее, даже не храма этого, а этого прихода. Началось у нас в 20-ке. Первая, значит, наша женщина, которая нас всех собрала здесь, мы ее потом и старостой стали считать, Мария Ивановна Болдырева. И мы ходили к ней домой и молились. Ну, кто ходил, знаете, кто, у кого горе какое, у кого неприятности, кто болеет. И все потихонечку стали ходить. И когда собрались мы у нее, она жива вот в этом доме, где библиотека. Собрались. И такое почувствовали радость. Такую радость. Такое радство необыкновенное. Вот хотелось обниматься, хотелось радовать. Ну, вот испытывали такую радость неземную. При молитве и при встрече с нашими прихожанами. Эта храма строительства началась в 97-м году. До 97-го первый храм в Чульмане был. Там нам дали старую почту, почту перевели на новое место, а нам дали старую почту. И вот мы там, давай, все билить, убежать, там все. Забывали про все на свете. Там я похоронила здесь дочь с зятем. В таком горе, ну, я испытывала такую радость от общения с другими людьми, от того, что я породнилась с ними, со всеми. Сегодня приход насчитывает тысячи человек, и храм уже не вмещает всех желающих. Поэтому в городе Нерюнгри построили еще один, в честь Георгия Победоносца, и заложили новый в другом микрорайоне города. При храме Казанской иконы Божией Матери ведется активная работа с молодежью и взрослым населением. При нашем храме действуют библейско-богословские курсы для взрослых. Три раза в неделю, в вечернее время, взрослые посещают курсы, где знакомятся с православным богослужением, литургикой, историей священной описания Ветхого и Нового Завета. Кроме того, при нашем храме действует воскресная школа, разделена на четыре группы. Есть также при нашем благочине молодежная организация Якутия православная, которая уже действует более трех лет, которая ведет активную деятельность на территории Нерюнгриинского района, активную социальную деятельность, помогает нуждающимся, обращает внимание к престарелым, то есть старается делать добрые дела. Численность переходов растет. Растет и актуальность новых церквей. Наши телезрители спрашивают, как развенчаться? Нам ответит Ирей Виталий Беликов. Таинство венчания, как и прочие таинства, это тот неизгладимый след, который не имеет возможности как-то повернуть все вспять. В этом вопросе более верно сформулировать понятие развенчаться как разрешение на второй брак, как разрешение на второе венчание. И в этом случае важно, чтобы тот супруг, который подает такую просьбу о повторном венчании, не был причиной расторжения брака, не был причиной измены или того развала союза прежней семьи, который существовал. Вопрос этот решается лично правящим архиерием. В этом отношении важно прежде всего обратиться в епархию с просьбой о разрешении на повторный брак, которую церковь, разумеется, благословляет в тех случаях, которые не противоречат канону. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok